Музыка Естественно для нас это очень ответственные дни, которые мы сейчас переживаем, потому что центр города, Красная площадь, Никольская улица, Манежная площадь, они притягивают к себе многочисленных болельщиков, многочисленных гостей столицы. Мы серьезно к этому готовились, потому что мы понимали о том, что приток людей к нам в исторический музей, он естественно будет гораздо выше, чем в любое другое время, хотя, так сказать, лето для нас туристические сезоны, мы привыкли к большому потоку посетителей. Для этого было направлено все, мы определили режим работы музея исторического, он у нас в течение всего лета будет работать, наши главные объекты, я имею ввиду главные здания исторического музея. В 1912 году они у нас работают, начиная с 10 до 21.00 и уверяю вас, вот все это рабочее время поток посетителей не стихает. Покровский собор у нас работает в особом режиме, потому что он привлекает в себе очень большое количество болельщиков, гостей столицы, которые к нам приезжают. Он работает с 10 до 18.00 и, честно говоря, значит, вот на этом уникальном памятнике русской архитектуры 16 века, этом символе столицы всей нашей страны, мы сейчас обращаем на это очень большое внимание, потому что, так сказать, нам пришлось буквально с первых дней входить, вводить систему, так сказать, нормирования прохода через Покровский собор, потому что поток посетителей был огромен. И вот в этом году мы впервые даже столкнулись на Покровскому соборе с таким не очень приятным фактом, как подделка билетов. Я, пользуясь случаем, прошу все-таки тех людей, которые идут в Покровский собор, знать о том, что билеты в Покровский собор можно купить либо только в кассе, либо на сайте, так сказать, исторического музея. Что, так сказать, мы делали особенного? Ну, во-первых, надо отметить о том, что мы не только включаем программы по привычную работу, когда мы пропускаем посетителей в наши музейные залы, а их это очень привлекает, потому что мы обратили внимание даже, какие экспонаты пользуются особой популярностью. Это, прежде всего, золотая кладовая исторического музея. Естественно, как я уже сказал, это прекрасные интерьеры Покровского собора, интерьеры главного здания исторического музея. Очень большое внимание уделяется такому экспонату, как автомобиль Ленина, который у нас представлен в музее. И, кстати, люди останавливаются, фотографируются, кстати, на территории музея сделаны такие специальные фан-зоны с реконструкторами, где посетители музея могут сделать либо селфи, либо какую-то фотографию на память интересную. Кроме того, в Покровском соборе мы специально приготовили программы, которые могут быть использованы туристами уже после его закрытия. Это программа эксклюзивная, рассчитана на небольшие группы до 30 человек, не только с возможностью посетить вечером Покровский собор в более-менее спокойной обстановке, но и послушать прекрасное ему песнопение ансамбля Дорос, который там будет выступать. Билеты можно приобрести на сайте нашего музея. Мы приняли решение в свое время о том, что обладатели знаменитых паспортов болельщиков будут пользоваться льготами у нас. И, так сказать, проходить в исторические музеи и в другие музеи, комплексы исторического музея с 30-процентной скидкой. Это было реализовано, причем очень удачно реализовано. В общем, если говорить о цифрах, то за этот период нас посетило более 80 тысяч человек, и из них более 40 тысяч – это обладатели вот этих вот паспортов болельщиков, которые пришли в Государственный исторический музей. Ну и завершая, я хотел бы, наверное, объявить о такой акции, о которой мы обдумывали. 7-го числа у нашей сборной ответственный матч, так сказать, будет решаться вопрос, пройдет ли она дальше. Вот, мы как россияне, как болельщики нашей команды, мы организуем такую акцию, называется «Поддержи российскую сборную». И накануне этого, 6-го числа в пятницу, все посетители музея, которые будут одеты в футболки сборной России, иметь российскую символику нашей сборной, будут пропускаться в наш музей бесплатно. Продолжение следует...